Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике я хочу поговорить о том, почему запрет на выезд является незаконным и так считает Верховный суд Украины. Расскажу вкратце ситуацию. Но прежде чем начать мое повествование, хочу попросить вас подписаться на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании к этому видеоролику. Переходите, подписывайтесь. Там я тоже рассказываю много чего интересного. Какова же история данного вопроса? Есть такой общеизвестный у нас в Украине банк под названием «Приват». Он дал в кредит денежные средства. Был вопрос, связанный с залогом имущества. Это было достаточно давно, около 10 лет назад. И заемщики не исполняли естественные обязательства и не возвращали кредитные средства. Банк подал иск в суд о взыскании предмета залога. В дальнейшем обязательства так и не были исполнены. Но банк на этом не остановился и подал отдельное исковое заявление в суд, в котором просил перекрыть выезд, запретить выезд должникам за территорию Украины. Друзья, хочу немножко прерваться и сказать вам по поводу того, как проверить запрет. Есть ли запрет на выезд? Я записал целых три видеоролика. Данные видеоролики будут в описании к данному видео. Сможете перейти и посмотреть. Судились они и рядились достаточно долго. Был суд первой инстанции, была апелляция. Оба этих суда приняли такое решение, достаточно нехорошее для заемщиков, запретить выезд, закрыть выезд. В дальнейшем была подана касационная жалоба, которая была передана в Верховный суд. И Верховный суд принял решение за людей, отменив оба решения первой и апелляционной инстанции. Какое же было основание? На основании чего такое было принято решение? Тут достаточно все просто. Существуют способы защиты, которые прописаны в Гражданском процессуальном кодексе. И такой способ защиты там не прописан, как подача исков о запрете на выезд за границу. Суды первой апелляционной инстанции не учли данные обстоятельства и вынесли решение за банк. Надо понимать, друзья, что перекрыть выезд, конечно, могут. Но для этого есть специальная процедура, которая проводится в рамках именно исполнительного производства. А подача отдельных исков на то, чтобы закрыть выезд должнику, это все полностью неправильно. И это установлено Верховным судом Украины. Ссылочка на данное решение, точнее постановление, будет в описании к данному видеоролику. Сможете перейти и ознакомиться с ней. Если вам нужна помощь адвоката в городе Одессе, или вы хотите получить мою консультацию, вы всегда это можете сделать, связавшись со мной по ссылке в описании к данному видеоролику. Конечно, если видео понравилось, пальцы вверх ставите, на канал не забывайте подписываться. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.